Утро на телеканале Россия продолжают вести Чувашия. В студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре четверг, 15 декабря. Заболеваемость ОРВИ в Чувашии снова приближается к рекордным значениям. Число болеющих на прошлой неделе увеличилось чуть ли не на 35%. Такие цифры приводит региональный Роспотребнадзор. Официальный диагноз – острая респираторная вирусная инфекция – получили более 11 тысяч человек. Существенный прирост ушедших на больничной отмечен в Канаше и Аллатаре, а также Чебоксарском и Цивильском районах. Больше всего заболевших выявили в Чебоксарах – свыше 8 тысяч. Прирост чихающих и кашляющих отмечается и среди детей. Сейчас в целях профилактики помещения в детсадах и школах дезинфицируются и регулярно проветриваются, отмечают в столичном управлении образования. Дошкольные учреждения сегодня продолжают работать в штатном режиме. А вот в пяти чебоксарских школах 12 классов закрыты на карантин. К другой теме. Сегодня в широкий прокат выходит лирическая комедия «Непослушник-2». Лента создана при участии канала «Россия». К отцу Анатолию собирается на исповедь криминальный авторитет, который решил покаяться в своих грехах и начать новую жизнь. Но в тот же вечер священник после падения теряет память и забывает, кто он, как жил и во что верил. А грешник требует исповедь, ведь он уже перевел в качестве пожертвования солидную сумму. Исправить ситуацию берется блогер Демонстр. Под присмотром бандита он решается на самый масштабный пранк в своей жизни – восстановить яркие моменты жизни отца Анатолия, начиная с детства. Но поможет ли это вспомнить все? Вчера в Чебоксарах прошел предпоказ киноленты. Первые отзывы зрителей собрала наша съемочная группа. Подробности в выпусках «Вести Чувашия». В России завершается международный конкурс рисунков под названием «Нарисуй елку победы». В нем приняли участие свыше 18 тысяч человек, чуть ли не со всей страны. Свой талант демонстрируют и жители Чувашии. Сейчас на сайте Музея Победы проходит интернет-голосование за лучшую работу. Юные художники изобразили, как встречали Новый год во время войны. Из чего делали украшения на елку, что дарили на праздник. Сегодня последний день, когда можно не только познакомиться с рисунками наших земляков, но и поддержать понравившиеся работы лайком. Автор, набравший наибольшее количество голосов, получит приз зрительских симпатий. Итоги конкурса гласят в пятницу. Сегодня международный день чая. Интересный факт. Считается, что чай как напиток был открыт в Китае примерно в 2737 году до нашей эры. И только через несколько столетий в Поднебесной проснулся интерес к нему как к лечебному напитку. Кстати, в Чувашии тоже делают целебные чаи. Николай Потапов из деревни Верхние Очаки Ядренского района чуть ли не первым в Чувашии заинтересовался фитосборами еще в начале 90-х. У него есть свой авторский напиток – чай из 77 трав. Среди компонентов и дикорастущие растения. Собирает он их в пойме реки Суры вместе с семьей. В самом начале упаковывал чаи на самодельном оборудовании. Затем купил заводское. Теперь и пакетированное выпускает. Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».